Вот эту нажимать Здравствуйте, Игнатий Здравствуйте, ну что, видать нет? Видно, видно, мир вам С миром У нас все записывается, в интернет выставляется Вы не против? Нет Так, где хозяин-то ваш? Хозяин? Хозяин ремонтирует комнату, сейчас подойдет Я тут все пробовала набрать Я гляжу на вашей фотографии Вы такая красивая, там по форме одета Ну ладно, говори Мы вам там посылочку выслали Не знаем, правда, нужна она вам или нет Не нужна Я запрещаю это делать Мне ходить неудобно Она вернется, может, даже назад Зачем же вы делаете это? Вот я про это же и подумала, надо было на Володю Ну, на Володю, на Володю Да и мы не нуждаемся, во-первых А во-вторых, мне очень Там ничего особенного, там травы Которые мы сами лично собирали Да у нас трав позаглаза, говорят Хоть в быка превращайся, ешь Ну, может, таких нет Ну, нет, таких не надо посылать И когда поедете, тогда можно Принесить В почту я не люблю ходить Вот я когда уже отправила Потом только подумала Я не хожу Вот пришла посылка По мне хоть сто раз вызывайте Я не пойду Мне ходить тяжело туда Ну, значит, испортится Там еще брусника была Потому что вы... Володя, если сможет, там сходит Я очень это не люблю Книги даже Отсылай Ему выдадут? Да А ему выдадут, если это на вас? Ну, кто его знает Они вообще-то уже знают про нас Я пришел от нас один раз Заказное письмо Стоял, спросил эту очередь И это Стоял полтора часа Достоялся А это не эта очередь У меня минуты дорогие А я стоял Получаю письмо совершенно Ненужное Какое-то кто-то где-то просит Даром вышлите мне книги А, понятно Понимаешь? Мне зачем эта маята? И поэтому... Ну, мне муж сказал выслать Я выполнила его поручение Ну, правильно, правильно Пошла и отправила Ладно Слушай, что там у вас? Да, мы готовимся к причастию И, ну, как Никто нам не объяснял, как это делается Мы никогда не были на причастии Никогда Никогда не были на исповеди То есть для нас это вот в первый раз И, как сказать Ну, вот я очень сомневаюсь Как бы правильно мне быть готовой Как бы правильно приготовиться К таинству Ну, есть такое выражение Как не приготовлюсь А все, будешь не готов Но готовиться надо Лишнее убрать Это неделя, когда вот готовишься Называется не только постно Но говенье Посты соблюдать строго Я тоже готовлюсь Сегодня на исповедь Завтра причащаться, думаю Так что... Ну, остальное что? С верой великой приступай Сознавая свое недостоинство И знать, что При счастье даруется Жизнь человеку Кто не будет есть Тот не будет иметь в себе жизни Не будет кушать Плоти сына человеческого Так установлено Богом И тут спорить не надо Вне церкви Нет спасения А там, где есть священство Вы куда в Барнаул ездить будете? Нет, сюда должен приезжать священник А-а-а Какой? Барнаульский, Избейска? Нет, отец Никола Барнаульский Барнаульский? Да А-а-а Ну мы знаем Батюшка хороший Он приезжал у нас Маму прищищал Ну вот он у нас крестил Вся семья у нас Мы покрестились Да-да Мы его хорошо знаем Я знаю, что ваши Там Патюряевский Тоже, наверное, у него На них к нему ездят сюда Тоже Наши И вот он Когда приехал к маме Был гололед И мы обратно ехали И чуть не опрокинулись с ним Мама постоянно сюда ездила И он ее соборвал Приезжал Прищастил А вот у нас-то далеко Он у нас очень редко бывает здесь Ну и где же он наездится К каждому Да, вот у нас священника-то нет Только вот когда он приезжает Я думаю, надо вам по-другому делать Чтобы вы приезжали А чтобы мы приезжали? Конечно А мы так думаем Лучше вообще нам переехать У нас такие Переехать, это другой разговор Что поближе к церкви Поближе к церкви стоит, да Церковь есть, но она без священника Он бывает очень редко Да, да, да Поэтому как-то нам Хотелось бы поближе быть Ну пока есть такая возможность Пока такая свобода есть Надо ближе к храму быть Где священник Можно причаститься И заботиться Это и детям полезно знать Быть Как готовиться Живи по заповедям Там перед Самым причастливым Считается покаянный канун Я у них не знаю Как там сейчас Канун Божьей Матери Ангелу-хранителю Богородице Ну там Молитвослов Он должен достать Вы должны купить тут Или как Ему ли позвоните Чтоб привез вам Но это молитвослов То есть Просто Там сказали Что какой-то Особенно Особенные кануны Читаются Правильные кануны Вот как сказали Ну да При причастии Например До причастной кануны Тоже считаются там Молитвы Вот у нас Тоже порядок-то такой есть И тут на исповедь Это отдельное помещение Отдельно Мы соим все молимся Та дверь открывается А там другая дверь В ту выходит А в эту заходят Зашли тишина Не как вот Пойди там Проходной двор Где там Десятки человек Над тобой склоняются Здесь ты совершенно Один на один Со священником Мы это все знаем И у нас вот принято Его узнаете Обычно прищищаются Так уже принято было Со дня Крещения Руси От князя Владимира Четыре Раза в году Перед предварительно Накануне Исповедь Ничего не утаить Все рассказать Первый раз От рождения своего Что помните В чем душа раскаивается Не просто перечислить А раскаюсь И к этому никогда Больше не возвращаюсь Тут еще знать-то больше Знать свою жизнь Открыть А раскаюсь А священник Власть данная от Бога Говорит Разрешишься от грехов Вы все знаете Я думаю Что с вами-то легко будет работать Да, все знаем Мы желаем все делать правильно Большое желание у нас Да И в Потеряевку Мы не передумали переезжать Мы постоянно про это думаем Постоянно говорим Ну понимаете Такую обстановку Как у нас Трудно где-то сыскать Да Душа туда просится Понимаете Все свои Церковь тут недалеко Это недалеко Понимаете Это большое значение Все верующие Православные Вы видели Без обмана Никакой суеты Сейчас приехал у нас Роман-то Вы видите Да Он сейчас подготавливает себе место Там выбирай Какое место Где есть Дружно Воскресенье Собрание Занятия Каждое воскресенье Идут Это просто Я не знаю Где такое есть Притом мы строго стоим На основании закона Канонов Канонов Соблюдать Чтобы было Другие это решили Хоть раз Два Три В день Может причаститься Лезет Они не понимают ничего У нас это очень строго Вообще Ничего люди не понимают Вот поговори с людьми Ну Они ходят в церковь Они не пропускают Но они вообще Совсем ничего не понимают Это обман Обман Раз ничего не знаешь Ну в школу человек ходит Ученик ходит Год Два Три Десять Ничего не знают Ну какой ему Аттестат дадут Никакого нету Мы должны Переходить от веры В веру Павел говорит То есть ты Выше и выше В познании веры Должен идти Как? Потому что Истинная церковь Там где есть Истинно рукоположенное Священство От апостольских времен Если этого нету Разрыв где то есть Все под сомнением Зачем нам Сомневаться В спасении Мы должны Твердо знать Вера в Сыну Божию Мы батюшку этого знаем Он очень хороший Мы давно знакомы С ним У нас Сколько людей От нас Которые к ним Перешли Были Какая то Что то где то Не заладится Заметили Там где то Патриархии Наш Первосвятитель Встречается Ну бывает Там где то От них Тут пришел Один Ходил к нам Года два Мы так его Не приняли Не приняли И он Вернули его Назад Это так Никто не делает Обычно Схватили К нам А нет Один посватался С нашей девушкой Иди с Богом Благословили В таких браках Куда они уходят У вас остаются Или уходят Туда в церковь Старобрядческую Старобрядческую уходят Кто Которые уходят Да нет Ну кто Там браки у вас Говорите Между Вашими Старобрядцами Ну Вот у нас Заметили Когда вот это К объединению Пошло Московская патриархия А не на объединение Пошли только две общие Наша и Потеряевская Крестово-Звиженская Везде в России Все ликвидировали А у нас отношения Сохранились И с патриархией Хорошая И у нас везде Отношения хорошие Потому что у нас Дух мирен И мы знаем Что не во вражде Христос А в миролюбии Блаженны миротворцы И вот были такие Которые заметили Что наш Допустим Лавр Тогда был Лавр Митрополит Русская зарубежная церковь Встречается с Алексеем Вторым за столом И они тут Забунтовали Это уже Патриархия Уже объединяются Ну Никто не объединяется Мы по сегодняшней Те же Ну Просто Такие Невоздержанные были Он все время Тут Буйствовал Ну и перешли Туда к нему Здесь В этой Где вот вы К отцу Николе Они перешли Перешли И не спрашивают Нас какие люди У нас не так Вот он пришел К нам Андрей Тут один Марков Фамилия его Мы сразу К батюшке К его Послали людей Узнать Что за человек Он стал говорить А он пришел Не по таким причинам Его не было причины Жена Узнала Что он у нас здесь И уже присмотрел Себе Девушку одну Ну и мы Дали ему знать Тут у тебя ничего не получится Она стала ходить Оделась А когда узнала Что мы его не одобряем Она больше не стала И ходить Никуда Это интересно Она за него боролась А мы его Назад и вернули Это никто так не делает Тут сразу Он заявление пишет Он работает Потеряевку приехал А мы ему говорим Андрей Тебя не примем мы У тебя вот это Такие недостатки есть Тебе нет нужды Уходить от царообрядцев Это истинная церковь Ты должен быть там И все таки Мы его туда вернули Так никто не делает Обычно к себе Перетянуть У нас этого нет Ты понял Что здесь тебе Можно спасаться Мы разрешим Один раз прийти Вот сегодня У нас приезжает Одна девушка Сейчас пошли Встречать ее Она год назад Принимала крещение Катя Катя Вот она Хакасская А я знаю Я же с ней была Там у вас Работа Она сегодня Сейчас пошли встречать Она на вокзале едет Она была у баптистов Отделенных когда-то Это такие ревностные Но они Не в церкви А теперь она приняла Православие Она видит Что здесь Приходят Уходят Я стала искать Найти Мне надо православных Евангельских христиан Евангелия Что было И она нашла Тут занятия Миссионерская работа У сарабрятцев Но счет этого Глуха Мертвого Они никогда не идут Никуда Ничего нет За 300 лет Ни одного не было Чтобы пошел В люди Благовестник Вот что мы делаем Они очень свирепы В этом вопросе Вот моя книга попала Который там у нас Старобрядец Володя Владимир Русинов К его брату Так он ее В туалет унес Сожгу Он прижает Их несколько сыновей Так они готовы Убить его Вообще Никакого мира нет Он говорит Я ему говорю Из Библии А он готов Меня убить Это его родной брат А их отца Александра Ивановича Мы были близкие Друзья с ним Мы же венчались Старобрядческой церкви А что ему не нравится Вашей книге Что такое Он их и не считал Что не нравится Они друг с другом Все время Вот это Там Алеша у нас Который в Новосибирске Его жена Они там приглядели Что она За кого-то там За своих А посватался Алеша Ну она Ну видит какой парень Из себя Видно Ну девушка Так они его возненавидели Про него стали говорить Это Лапкинский Там то другое Всякими Подпоносными словами Который переехал К Потеряевку Алеша Сейчас живет Да Который в Потеряевку Это родные братья его На него так Родные по плоти Там А что он не так делает Ну что ушел Со стороны Они говорят так С нами за то что знаются Что к нам приехал У них ничего нету В ответ то Нету ничего Если бы сказал Один или два Они вообще Все такие Где бы что Не услышали Вот приезжали Сказали бы Вы неправильно Что то делаете Нет Неправильно что Не так персты Мы молимся Двуперстно Мы с детства Так приучили Но у нас разрешается Ты молишься Это никакого значения Ты не будет иметь Сердце Бог смотрит Ты объяснение получил Первые христиане Молились одним перстом Крестное знамение Изображали Анзо Тауз говорит Ну они Просто свирепые такие Ну вот он Вышел там Есть Володя Долгов Ну и вышел Их владыка Там Силуян Епископ Он им говорит Что Дескать не надо Благослови владыка Говорит Он говорит Не надо говорить Да ладно пошел Я такого не встречал Что то там Он не так сделал Они пришли Этого епископа Свалили Пинали и били Силуяна Да Там разборка уже была Этого нигде Я даже не слышал Здесь Даже патриархийное Не слышал Мы то не патриархийные Мы относимся К русской православной Зарубежной церкви А к нам приезжает Метрополит И они его там Вот такое дело Да Они вообще У нас как то тут Газета была большая Алтайская правда Называется Вы же в Алтае Знаете И там написано У злого человека Голуби не водятся А я валиться Сказал Сестре Я говорю Ты узнаю старобрядцев Они в Новосибирске были Есть ли у кого голуби Потому что вы самые свирепые такие Она стала спрашивать Говорит Братка Она у меня братка Зовет Ни у кого нету Потом одного Нашли через два года Говорит В Красноярске у одного есть Я говорю А кто Да он недавно пришел От Никоньяна Так он и там То есть голуби не водятся Ни у кого Говорит У нас когда храм строили А голуби прилетали Так наши даже бабушки Камнями в них кидали В Новосибирске Это моя сестра рассказывает Вот Они там строили И когда Полномоченный сказал Что-то там такое Они свой крест Говорит Сломали там На туалет Бросили его Я знаю всю историю их Потому что Мы из этой среды А вот Почему они не принимают Писание Вот почему Почему Потому что Они сходятся У них главное Это считать Кто Библию считает Сходят с ума Это мне говорят Белой Креницы Приехали Рассказывают Но Но то вот Кто-то же заложил В это Ну заложил Это любовь Вот мы Здесь деревня Рядом Урывка Там Сараобрядцы Но беспоповцы Мы едем В другой район И благовествовать Евангелие в каждый дом Разносим Ну 300 тысяч Евангелия раздали Только Новых заветов Я подошел Она идет Быстро Женщина Я говорю Мы у вас сегодня Вот у вас будем Здесь проповедовать В доме культуры Вы приходите Вот Евангелие вам Зачем мне ваше Евангелие Я кержачка Я говорю Евангелие вот вам Я сказала Я кержачка Что вам непонятно То есть Ни под каким видом Евангелие не допускают Но Почему Мама сказала Бог 1177 Вер Ты дочка Никуда не ходи Тут и будь А другому сказала Мать умирая Ты говорит Иконы не вешай Только на подоконник ставь Он дом строит Первым делом подоконник Сделал Иконы поставил По другому нельзя Ну что спрашивать Родители-то уважали Понятно Слушались Что родители скажут То и делали Она в пределах Кто любит отца и мать Больше чем меня Не достоин меня Христос говорит Придите ко мне Не к родителям Придите все Труждающиеся Обремененные Протопопа Вахум говорит Я узнаю Их пустосветов Я говорю не о всех Которых я тут знаю Которые на нас нападают Они ему Лютуют Ужасно как И при том Никакой причины нет Вот Умерла у меня теща Надя моей У жены моей Теща Агриппина Евсеевна Я поехал туда Поехал Ну Храм сейчас будет заносить А Уже служба кончилась Служба кончилась Там еще что-то Подходит одна Кто Подошла Вы не Игнатий Лапкин Я говорю Она туда-сюда опять Кто-то ей сказал Она подошла Батюшка сказал Выйди с храма Я стою Ну Не выйти Я не вышел Ну можно успокоиться Уже сейчас будут отпевать Я приехал к теще Моя мама Вторая мама Никаких Она подошла Буквально прошипела Сказала выйти Не входит Я говорю Вот это да Ну что Они У вас эретикон Почитают Да Ну а по-другому У них все эретики Кроме их одних Ну да Эретики А сами не в церкви У нас тоже Мы считаем веру Верую как у старобрядцев Духа Святого Господа истинного У нас все Молимся Все Мы ничем Наши живут Которые Этих они уже знают Что они их потеряют Сразу Валя говорит Мы сразу перешли Ну и что теперь с нами Что перешли-то Которые Саробрядцы У нас молятся-то У нас вообще ничего нет Не разделяет Разделяет только злоба А злоба-то с вашей стороны Не с нашей Ты утоню ее Они же сами все равно Не молятся Да В храме Молятся Кто-то молится А кто-то и нет Кого-то испугали Что не дадим Причастия Я сейчас Говорил как-то Занятие Что самая страшная Игра Это игра Причастия Я не дам Причастия И сдохнешь Под забором А не дашь Законно отлучишь Оно падает на того Кто отлучает Они даже не знают Правила Второзаконие 19.19 Незаконно Его проказа Съезд за это А вот допустим Если Если Никольян приходит К старобряться Там какое-то Есть для них Специальное Чего-то Вычитывается Эпитимия Вычитывание Что ты Ты не должна Признавать Теперь за святого Серафима Саровского Отрицание Отрицание Иоанна Кронштадтского Это не святой Феофан Затворник Не святой Игнатий Брянчанинов То есть За 300 лет Которые были в православии Ты должен сначала Отречься от этого Ну куда это годится После раскольной Которые Да После раскольников А когда переходят Наоборот Со старобрядцев К вам Тоже чего-то читают Ничего не требуют Ничего То зашел в храм И молись Ничего не отрицать Ничего Никакого В этот же день Он может прийти И причаститься У нас Открыто все Главное что ты Живи без греха Живи мирно У нас вообще Этого нет Вот у нас Племянник Который Старобрядец А он Жениться надумал И взял ее из Томска Это Ирина У Андрея Крайний дом его Где-то И все И старобрядцев Тут же повенчались И больше ничего нет И ходят в храм Здесь он Чтецом Читает Поет И дети здесь же Все причащаются Они у нас У нас самая Правильная позиция Любви Ну вот Ощущение такое От вас Вот я всегда Доверяю своему Ощущению Как где мне хорошо Нет Поэтому Там мне хорошо У вас было Видите как Нас когда пугали Мы ехали Представьте себе Шесть мусульманских Республик Чечня Афганист Этот Турция Там все Ой-ой-ой Как Мы проехали Нас на руках Буквально несли Вот куда бы мы ни приехали Вот представьте себе Мы едем по Европе И в это время Ролик сбрасывают В Великобритании Баптисты Зная нас Молятся Рядом ребятишки стоят И они стоят Крестятся Я видела И как Господи благослови Миссию Игнатия Это Бог так делает Я даже сначала не поняла Думаю что за люди Почему они так стоят В таком виде Сколько новых людей Сейчас приходит Вот что в интернете Я даже не могу сказать Вот каждый раз заходит А мы вот ваши ролики Смотрим Там ушли от адвентистов От баптистов Вот Слава Богу Мы увидели Говорит Любовь Слово Божие Это церковь Но мы Хотим издалека Приехать покреститься А мы их отправляем Где нет Ищите там Патриархия Один звонит Мы Говорит поехали На Афон А на Афоне Там это мочение Вообще ни за что не признают Их заново монахи крестят Вы говорит обмануты были Мы это и делаем Войны Лука и Синецкий Он их не признавал крещеных Ну нет Крещение означает погружение А раз не было Еще и нету Наши двери Всегда открыты Кто бы ни был Вот батюшка Приезжал Это их Но мы не знаем Куда его посадить Мама едет Не с пустыми руками Всегда там свою Десятину Морковку Бабки ее ждут Всегда мою маму Она тут была Туда в Барнаулу возила В Барнаул она Батюшка когда поедет Наш привезут ее сюда Она тут поживет С бабками При храме-то Она поедет Там всякие разные Там с огорода Овощи везет Почему? Для батюшки Для других Они ее ждали Бабки Она что имеет? Вот начнет садить А брат скажет Ну зачем мам? Ну я все посажу Нет сынок Мне надо свою грядку Чтобы я тебя Уже не спрашивала Она уж на боку Уж 85 лет А все еще ползала И убирала Это любовь Для любви нет границ А вообще вот Игнать Тихонович Я всегда думаю Ну вот за что ругают Игнать Тихоновича? Церкви наполняются Благодаря Вот этим видеороликам всем Вот мы бы не пошли В церковь Не пошли Ну просто бы мы там не были Если бы мы вас не смотрели А вот сейчас этот написал Бачков Доктор богословия А нас Которые Вы считали же там Что Игнать Разные Разные суждения Есть Но благодаря его проповеди Миссионерской Тысячи людей Говорит Пришли в православие Это уже Говорит Никто не отнимет Да Павел Бачков пишет И это напечатали В местной Газета Покров В Алтайской Митрополии Патриарши Они все Которые даже были против Они сбоку приглядываются Потихоньку от нас тащат И А я как будто не вижу Что они берут Да По делам бы судили Тогда бы меньше Бусуждали Да Поэтому Слава Богу Что вы есть И дай вам Бог здоровья Мы всегда рады Когда вы выходите сюда Мы ждем вас Спасибо Христос Милости просим Двери открыты Вы нам очень полюбились Очень Каждый день вас смотрим Поэтому Как вроде у нас Член семьи Внук и то уже знает Как зовут Это Игнать Тихонович Вот так Ну и там Сын был Ему поклон передавайте Скажите Мы помним Все Вот весной посмотрим Они же у меня на пруду работали Так как там пруд будет Потому что Этот пруд особый Его надо было копать Это не влагу Там перекрыли И все Именно углубление Углубить дальше Мы не сумели Эксгиватор не нашли Ну и как будет Батюшка сегодня Рассказывает о нашем пруду Он завез там карпов Ну карпы там мальки А сейчас вода Там уже там было Два метра Два метра есть воды Они две проруби Сделали вот так вот Лунки А туда гонят Ну гальян мелкий Вот такой карп Говорит Второй говорит Они там наловили сейчас У нас здесь Сейчас ловят Сейчас Зимой Батюшка сегодня Рассказывал И говорит По деревне давай Разносить рыбу Потому что Воды маловато Если благополучно То на весну Они еще почти на метр Могут поднять Ну не на метр Хотя бы Сантиметров на 70 Вполне Она не промерзнет Да до самого Эдната Не промерзала Чтобы не промерзала До конца А где мы там делали В конце деревни Там пруд Докуда деревня была Там можем поднимать На два метра Там сразу можем Завести рыбу И она никогда уже Не пропадет То есть у нас Перспективное место Прекрасная земля Вода Все чисто Сегодня же это Один из вопросов Мирового Мирового сообщества Вода Воды не хватает А у нас в каждом дворе Насос Скачай Поливай Да вот я знаю К нам сюда переезжают Многие из-за воды Но в основном Переезжают люди Это нехорошие Ну у нас только хорошие Здесь-то вот Сектанты в основном Всякие Ну Сектанты тоже хорошие Если Для пожизни они Поверь Нет нет Они все там Рериховцы О Так это какие Это не сектанты Это Это бесовщина Они не церковь Это рериховцы Я не знаю Они что-то там Даниила Что ли Андреева Ну и пришли Со своей книгой Агни-йога Там еще что-то Где-то А я-то это все Проходил Ну и стал говорить Они приготовились К сражению А я их фразы беру Оттуда Из их литературы И на доске Показываю На основании Слова Божия Гляжу Тише и тише Они свои книжки закрыли И ни один не встал Не встал До конца Пробыли Я дальше Не встречался С ними Не знаю А потом Ивановцы были Мне тоже дали Один раз Я не знаю Там говорит Человек 12 Что ли Пришло Православие Они еще что-то Хотели защищать Свое Да конечно Конечно Они для этого И пришли Данила Андреева Роза мира Кажется у них Называется По книге Ну а я ее Знаю Я просто беру Оттуда фразы Страница такая Это Роза мира Ну и дальше Я показываю Что как Надо понимать Что говорит Святая Библия Я не просто так Говорю Что знаю Вот сейчас я Господь позволил Мне сказать Об этом Гроб Господень Вы видели Тут ролик Да 65 кажется Или сколько Без Писания Привожу И сразу уже Отзывы-то какие идут Что это абсолютно Неопровержимо Что сказал Они Которые опровергают Они должны сказать Что Которому Богу Поклонялись Это не наш Бог Который Библию Дал Бог Это не наш Бог Но на это Пока никто не пошел Да Но вообще Благодатный огонь Очень многие Сомневались Вообще В нем А я с первого дня Говорил это Нам не надо чудес Не надо Златоуз говорит Самое большое чудо Это В Новом Завете Иона Грядущего имя Господня Вот это Основная фраза Основная Люди говорят Грех Большой Маленький Господь Говорит Один грех Дух Святой Придет Обличить мир О грехе Что не верует в меня В этом все Все Пошли встречают Сейчас наши Сейчас поезд остановился Должны Катерину встречать А все Тогда понятно Ей поклон от нас Обязательно Володе поклон от нас Вижу Что он там Делам своим Бегает Вам тоже поклон Мир тебе Володя С миром Ну что Вопрос Получите наши травки То муж мне вот сказал Я пошла Володя Входят Может быть отдадут А то вы заболели Вы никогда Нет Это у меня нога Полдня болела только Сейчас ничего мне не болит Почему Говорят Где-то сильно надавил И Ну ноги-то в холоде были Да я в морозилке Сколько был Тут еще особенного Это и не было Но нельзя было наступить Совершенно неприкасаемая Вот Такая боль была Полдня фактически Дали мазь Один раз Намазал сколько Три дня мазал Утром вечером Какой-то бальзам На травах И скорее вернул Да не берут никак А опухоль-то спала у вас на ноге? Спала Спала? Спала Лоб спала Нормальный цвет ноги Все вернулось На прежнем Сколько людей молилось-то Что ты хочешь? Мы тоже молимся Обязательно за вас Откуда бы я знал? Кстати Еще один вопрос задам И все Давай Мы тоже сейчас уже в храм поедем Скоро Нам 30 километров до него ехать Ооо Мы едем туда 30 назад 30 лет Давай Вопрос такой Вот на причастие Если я иду Если с кем-то у меня есть Вот Ну как говорят С кем-то не примирился Это нельзя идти уже на причастие Я допустим Я допустим не ругалась с этим человеком Не ругалась вообще Ну просто вот Вот он меня не любит Например Ну он не любит Это его дело Может быть он не верующий Почему? Не верующий Не верующий Это нас не касается Написано Если брат тебя имеет Какой он брат? Он волк Это даже ничего не думай Помолись о нем Что Бог смирил Нам не заповедано Ходить в миру На меня недовольно Допустим 100 миллионов Я кого буду просить Со мной воевали коммунисты Сажали меня Я еще у них прощения просить должен На меня баптисты Где-то недовольные Яговисты Еще я Вот брат Который рядом Я ему Говорит Толкнул там Не так сделал Сказал что-то не то Попросить прощения Впредь говорить не буду Прости меня брат Да в этом Немало не сомневайся Будь всегда спокойна В Боге Мужу нигде не перечь Запомни это У нас не одаряется Стараюсь У нас мужья Подкаблучники Всегда будут получать Помощь от нас Знаю какую помощь Знаю Потому что знаете Что глава Так Бог усыновил Иногда бывает Так что она привыкла К этому Но уверовала Теперь Старайся за него прятаться Ты за мужем За мужем За мужем Ты не впереди его Математически Я так всегда не чувствовала Математически говорят Если у мужа Один Два Или два Три таланта А у жены ноль Вот если она сзади Стоит один Ноль сзади Десять Если два таланта Двадцать А если впереди Станет Ноль целых Две десятых Спасибо Христос Слава Иисусу Христу С Богом С Богом С Богом Во славу Божию Хорошо поговорили Хорошие люди С Богом С Богом